здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы с вами поговорим о луке о том севке который вы ищете лук севок весной рыжите по магазинах скупать все под рад все остатки и довольно что заполучили а между прочим его очень трудно вырастить самому из семян тем более что это будет и дешевле и тут есть много плюсов почему есть плюсы выращивание лука севка самому на своем участке ну во первых если вы знаете что существует буквально несколько тысяч сортов лука так вот севок всех этих сортов продажи быть ну никак он не может максимум что торговля нам может предложить это 10 сортов и больше а если очень интересные сорта какой смысл интересные вот мы слышим про лук шалот многие слышали что есть лук шалот это семейный многогвезный лук кабу продажи севка практически нету луковицы иногда бывают один-два сорта они конечно очень интересны но купить семена вы можете в целую коллекцию и фиолетовых и розовых и сиреневых и белых различных шалотов и будете потом выращивать из луковиц на своем участке далее есть сорта очень интересные по форме по форме средства сорта вот тоска чешский сорт чешский сорт тоска висе луковицы как севочек длинненькие сразу нарезая кольцами и любые салаты очень красиво сразу украшаться всего кто никогда бывает семена же его есть продажи есть такие сорта интересные южные которые ну ну и туда нас просто не доходит до наших широт ялтинский белый ялтинский фиолетовый вот эти два сорта тоже севка их нету вы можете спокойно вырастить если купите семена купили семена вырастите ну и соответственно из семян можно вырастить целую кучу различных сортов значит просто давайте мы ознакомимся что семена лука они черненькие вот они впереди видны они черненькие как бы ну они у всех луков репчатых одинаковые но есть такая особенность что значит много сортов лука несколько тысяч и семена имеет такую особенность что есть вот из лука того же шалота который вам показывал луковица значит первый год она даст такой севочек мелкий а на следующий год даст уже луковицу нормальному гнездную вот то есть же сорта которые мало гнездные то есть их даже если выражаться не еще кость на севок из одной лука с одного севочка ценой этой луковьки вырастает от 1 до 3 луковиц так вот все эти сорта которые мало гнездные то есть дают не более трех луковиц в одном гнезде вполне можно выращивать из семян и вдобавок что интересно их можно вырастить как на севок так и на луковицу уже в первый же год при посеве семенами мы можем иметь луковицу где-то 150 180 грамм запомните что это немало без всяких хлопот не надо не хранить ничего посеяли и собрали да ну хлопот не но я конечно поспешил оговорился потому что имеет такие хорошие результаты 180 грамм их надо будет посеять на рассаду на рассаду эти луки мы будем высевать в начале марта месяца 1 1 10 дневка марта посеяли в ящике 7 густо и после этого они сидят всходят они это через две недели может и чуть позже там 15-18 дней они по сходят петельки появились и они сидят конце апреля мы эти все травиночки рассаживаем в открытый грунт садили в открытый грунт с расстоянием в 5-7 сантиметров они буквально через месяц окрепнут и к осень дадут такую луковицу как я вам обещал 150 180 грамм конечно кто-то не захочет возиться скажет ну вот в осады это хлопотно все я хотел бы луковицу получить попроще можно конечно можно конечно сразу посеять в открытый грунт посеяли в открытый грунт но уже луковица в этом случае вырастет помельче уже луковица будет где-то около 100 грамм то есть почти на половину она будет меньше потому что вегетационный период для развития этой луковицы более короткий и соответственно она вырастет меньших размеров ну зато тур опять же не надо не хранить его зимой не не смотреть за этим луком ну смотрите еще очень важный момент что запоминаете если вы просто вывести сухие семена в открытый грунт значит схожесть их составит примерно 40 процентов то есть зайдет только половина семян для того чтобы повысить эту схожесть преодолеть твердокаменность семян семена лука перед посевом желательно замочить теплой воде на 12 часов которую меняем два раза в сутки залили через 6 часов воду слили новой залили опять тепленькой водичкой вода где-то 30 35 градусов это простимулирует набухание всех семян потом подсушили и смело высевайте лук морозостойкая культура поэтому посевы делаем комнатах и теплых я сказал это начало марта а в открытом грунте это уже начало апреля на месяц позже ну не позже среди на апреле вы должны посеять лук который вы хотите получить рыбку луковицу товарную луковицу на они позже среди на пыль вы должны висеть в открытый грунт не бойтесь он морозостойкий всходы лука выдерживают заморозки до минус 5 градусов ну это это длительные если заморозки там могут быть повыше но кратковременные они спокойно ну подмерзнут конечно но отдадут новые листья спокойно отрастут и порадуют вас урожаем ну это такой путь как бы в один год получить луковицу но вас может быть интерес появится а можно ли выразить более крупную луковицу грамм 200 300 вот или даже от 800 грамм луковицу получить конечно можно это все реально ну значит для того чтобы получить уже луковицу где-то 300 400 грамм нам придется выращивать севок выращивание севка лука репчатый имеет тоже две особенности ну во первых те сорта которые будем выращивать его халцедона сорта которые имеют крупную луковицу мало мало гнездные опять же повторяю мы их высеваем густо но можно высеять не совсем густо можно посеять чуть пореже мы получим более крупный севок потому что севок тоже но чем крупнее севочек тем соответственно даст и крупнее луковицу после последующем посеяли на пяже как можно раньше в открытом грунте это апреле месяце по любому должны посев сделать вот потому что наш лук созреет севок только в конце августа месяца конце августа месяца мы его соберем подсушим и будем хранить до весны на следующий год мы его посадим уже ну а вот если луки на газа чат как я вам показывал там сам 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 начале эти луки 7 загущено и севок получаем мелкий по этому к нельзя сеять редко есть много зачатка выпас сеться как бы редко они севка не образуют либо толстошей к называем так называемая то есть быть луковица который выдавать много перья и до самой осень она будет зеленая и все еще будет продолжать расти так что поняли но для посадок сева лука что хорошая градка плодородная слой плодородной почвы до где-то 15-18 сантиметров потому что корневая система слабенькая не надо сильно туда органические удобрения загонять в землю все наверху тогда и он порадует вас урожаем посели по прополки рыхление как обычно вот и он растет прекрасно набирается сил и радует нас севком но есть конечно еще очень интересные способы что есть группа лукал южных нужные луки они произошли к нам в основном с испании они пришли 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 к нам с испании эти луки и что там интересное так вот эти луки этого я самый яркий представитель конечно то есть много игры на день и кабо испанский но самый популярный сейчас на пике это exhibition это лук exhibition это лука вы можете уже за один год получить луковицу 800 грамм весом ну и это при рассадном способе выращивания тут только рассадный способ выращивания есть вы посеете в открытый грунт это максимум что вы получите но это 100 грамм больше вы не пусть луковицу в exhibition но чем интересен exhibition давайте луковица 800 грамм весом сладкая сочная ароматная бесподобная в любых салатах вкусовое качество что можно как говорится есть в сыром виде грызть как яблоки так что также точно так же попробуйте вот этот посеять exhibition на своем на своем участке так что как вы поняли лук вы можете вырастить рыбкой в один год можете вырастить лук рыбкой через севок в два года выбор сортов за вами а самый широкий ассортимент семян лука в нашем интернет-магазине про цветок который вы найдете в интернете хороших вам урожая до свидания